А Игорь, это нету что ли? Игорь, это нету что ли? Игорь, это нету что ли? И за нас тоже помоги, много милостей, Господи, чтобы слова Твои были истинным спутником в нашей жизни, той реальностью, которая довела бы нас до Царства Небесного, которое мы не видим, Господи, но веруем в Него. Тебе слава за все, Отец и Несвятой Дух. Аминь. Ладно, потом меня добрым словом вспомните. Проверим ваше знание. Итак, у нас книга Судей идет. Святая Библия. Откроем ее. И продолжение у нас идет. Книга Судей после Гедеона. Гедеона мы как бы прошли. Теперь 10 глава. После Абимилеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова из колена Исахарова. Он жил в Шамире на горе Ипремовой. Он был судьей Израиля 23 года. И умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галада. И был судьей Израиля 22 года. У него было 32 сына, ездивших на 32 молодых ослах. И 32 города было у них. Их до сего дня называют селениями Аира, что в земле Галадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Вот перечисления идут. Итак, запомните следующих судей. О них коротко, видите, написано Фола и Иаир. Фола и Иаир. С одним 23 года было... 23 года, да. Это при Фоле и Иаире 22 года. То есть сколько в общем сложности получается? Кто считать умеет? 45. Быстро посчитал, молодец. Я еще 55. Хотел прибавить, но нет. 45. И вот 45 лет Израиль жил спокойно. Почему? Потому что Господь среди Израиля нашел верующих людей. Вот сейчас спокойная жизнь у нас идет. Мирная. Никто нас не бомбит, ничего. Ну там где-то по окраинам что-то есть, а мы даже не замечаем. Если не смотреть новости, то можно вообще сказать, что как-то чуть ли не в раю жизнь. Магазины полны. Все у нас хорошо. Единственное только, что Господь посылает болезни. Но Господь говорит, кого люблю, того наказывают. Поэтому это тоже благо нам, все хорошо. Но с другой стороны, при такой спокойной жизни, все меньше и меньше людей становится с совестью открытой Господу. Чтобы можно было уверовать, родиться свыше. И что мы дальше видим? Дальше Израиль опять впадает в прегрешение. И шестым стихом идет после этого. Сыны Израилю продолжали делать злое пред очами Господа. Что это злое такое? Запоминаем, что злое для Господа. Вот сейчас вы верующие, верующие. А потом начнете делать злое пред Господом. Вдруг. Чтобы вы знали, что такое злое. Чтобы вы не делали. Да, правильно. Это очень хорошо. А теперь поподробнее немножко. Служили они Валом, Астартом, Богом Аморейским, Богом Сидонским, Богом Моавицким, Богом Амманицким, Богом Филистимским. А Господа оставили и не служили Ему. Ну, как вы думаете, чем все закончится? Дальше продолжать уже. Вы же взрослые. Чем закончится все? Нападет кто-то. А почему? Потому что... Бог милостив. Да. Ага. Бог милостив. И что он сделал? Наказал. Наказал. А почему? Потому что не забыли его. Потому что разгневался написано. Запомните это слово. Господь гневается и на своих, которые были верными и отстали от Него. Он страшно не... Он страшно... Бывает и в ярости даже написано Господь. И вот тут так прям написано. Прямо вот так вот написано. На, вот почитай сверху. Чтоб ты верил это Библии. Ну-ка. Так, это первое? Прямо вверху читай там. Третья строчка. Так. Богов и дальше. Так, это чтение богов. Ну давай, давай, читай. Так, Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам седонским, и богам моавицким, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили. И восполаги Господа на Израиле, и Он предал их в руки филистимлян, в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилов с того года восемнадцать лет. Всех сынов Израилов во ту сторону Иордана в земле Аморрейской, которая в Гаолазе. Давай, главное, дальше продох это и там я сам, чтобы все читать не будем, чтобы вы поверили. Поняли, да? И теперь это все переносите на себя. Переносите все на те времена, когда пришел Христос. Почему пришел Господь? Чтобы Господь в земле. Правильно. А почему? Потому что Господь был в гневе. В гневе на кого был в гневе? Народ человеческий. А на Ипачи на кого был в гневе? На Ипачи, то есть больше всего на кого? Кому Он предоставил спасение человечества? Кому? Израилю предоставил. Для чего Он землю палестинскую обетованную-то вел? Для чего? Чтобы Израиль показал своим примером в жизни целого народа, который верит к Господу. И верен ему до конца во всем. В исполнении заповедей. В этих нравственных качествах. В необыкновенной совести. Вокруг мы читаем Амареи. Амареи. А Господь выгнал из Палестины Гердисеев, Иисеев и так далее. И Амареев тоже выгнал. Но их выгнали, они перебили всех. Кто такие Амареи? Кто такие Амареи? Аммонитяне, Моавитяне. Кто такие, которые там вокруг окружали? Язычники. Язычники. А ведь Моавитяне и Аммонитяне, они родственники евреям. Атлота. Племянник Авраама. И что? Они не удержались. Они стали язычниками. А что делали язычники? Самое страшное пред дочами Господа. Что делали? Они не щадили жизнь человеческую. Приносили жертвы человеческие. Малых детей приносили. Чтобы благоденствовал весь народ, говорили они. И сейчас у нас идет то же самое. У нас приносится совесть человеческая. Человеческий разум, который должен служить Господу. Все силы человеческие приносятся для чего? Что сейчас больше всего строится? Чего? Спортивные сооружения всякие. Всякие клубы, магазины, которые вообще не нужны нам. Это все отступление от Господа. И Господь в гневе. Он в гневе на народ израильский до сих пор. А на нас он не в гневе. Мы молимся. Богохранимую страну нашу. А с чего она богохранимая-то? Ну да, Господь кого любит, то он наказывает. Вот наказывает он ее очень сильно. А почему наказывает-то? Потому что любит, хочет, чтобы мы спаслись. Америку не наказывает. Америка жирная. Народу много. Они хвастаются этим. Посмотрите в интернете, как там люди, которые там живут, хвастаются. Поглядите, как мы живем, а вот как вы. И показывают. Да, действительно. У нас очень бедненько. Но. У нас есть возможность спастись. Но надо обратиться к Господу Богу. Надо обратиться к Святой Библии. Для начала. А они с Библией. Везде у них. Да, Библия везде. Там у них уже за 20 тысяч разных конфессий. Я просил. У меня приехал знакомый. Я попросил его найти православную церковь. В Сиэтле он. Он не мог найти православную церковь. Нету православной церкви в Сиэтле. Да, это далеко там. От нас как бы не очень далеко. Посредине, короче. 11 часов расстояния отсюда. Временных 11, временных поясов. И нету православной церкви. Почему нету? Господь в гневе на нас. И Он в гневе будет на каждого из нас. На каждого. На меня. И на любого человека. Кто не будет соблюдать заповеди Господни. Кто не будет любить ближнего своего. Как самого себя. А мы себя любим. Мы вот там тешимся. Ходим на дискотеки. Там танцуем. Аж подпрыгиваем до потолка. Потолок рушится. Иногда и даже воспламеняется все в этих клубах. Видели сколько там гибнет людей в клубах этих? Чуть-чуть загорелось. А они все в подвале. Почему-то в подвал любят туда залазить. Или в этих вот всяких увеселительных по воскресеньям обычно горят заведениях. Там этих магазинов. Там одновременно. Сколько последний раз там сгорело? В Екатеринбурге. Там в других городах. Почему? Господь показывает нам. Я в гневе. Вы чем занимаетесь? Вы в церковь ходите. Молитесь мне. Зачем вы построили столько церквей в этой стране? А церквей построили уже очень много. Только у нас в Барнауле из одной церкви, ну, Покровского собора, стало 40 в Барнауле. А то и уже и больше. Потому что раньше около моего дома я заходил на второй этаж и было видно. Один крест это католическая церковь. Потом полумесяц это мечеть. Недалеко. И вдруг я зашел в этом году на второй этаж к себе. Смотрю, не понял. Крест православный прямо передо мной. Вот через дорогу церковь построили, я даже не знал. А потом не построили, оказывается. А из какого-то дома мысли как купол поставили. И все, вот оно, храм Божий. Ходите, люди, сюда. Прекрасно все. Ходить. Но дело это все в том, что если было только в ногах. Почему у нас пословица в русской народной написана «В ногах правды нет». Что за пословица такая? А Господь говорит «Блажены ноги благовествующие мир, благовествующие благое». Апостол Павел об этом говорит, Исаия Пророк говорит об этом. Блажены ноги благовествующих. А нету благовествующих. Благовествующих нету и все. И в ногах правды нету. В ногах правда Ты идешь в церковь там Да в ногах правда и нету Я уж тут я попам не верю Буду здесь В чат рулетку заходишь Люди лежат там сидят А я да я бога Ну конечно где то верю А к попам не пойду Попы нет Каждый практически человек Может на десятку один скажет Что был в церкви один раз А остальные все Никто не верит священникам Почему нету веры Потому что священники не могут показать Путь к царству Божьему Как написано путь к храму А как путь к сердцу открыть Другого человека Чтобы он поверил тебе что ты верующий С одной женщиной встречаюсь Кстати на ползунова Начал благорестовать Она смотрит на меня Сказал про царство небесное Про вечную жизнь Она говорит я на вас смотрю Вот сначала когда вы говорили Там о боге Ну я как бы да верил вам А теперь вы начали мне О какой то вечной жизни говорить Я смотрю вы как какой то актер У вас даже лицо такое знаете Как актера Вот вы как маска какая то Понимаете Сколько нужно приложить усилий Чтобы человеку доказать Что ты верующий И это помогает и себя Начинать исследовать Как какое лицо делать Как что Как объяснять человеку Как объяснить что я верующий Как в этом фильме Братья Карамазовы Когда этот издевается над ним Который убийца то Отца Над слугой И говорит Ну Ты это не верующий Верующий я верующий Он говорит Ну а как же верующий Если ты не можешь горы переставлять А Господь говорит Если ты верующий То скажешь только этой горе Она перейдет отсюда В море Помните такие слова Господни Ну и кто из нас перевел В море хоть раз А хоть Камушек один Чтобы вот так вот Раз глазами перебросил Как там этот Вареники в рот себе забрасывал Вечера на хутре Близди каньки Колдун Так что колдуны Сильнее нас с вами Значит нет у нас никакой веры И все И сразу заплакали Да нет Ты поверь Только нам Мы правда верующие Вера из осуществления ожидаемого И уверенность в невидимом Осуществление ожидаемого Что от нас ждет Господь Что Чего ждет Чего вы записываете Все сидите Ну Чтобы мы все запомнили Нет подожди Не запоминающий жив будет А какой Кто сказал Исполняющий Исполняющий жив будет Исполняющий Чтоб мы заповеди Не только заучили Как вы в школе Но исполнили Чтоб вы дальше пошли Стали хорошими Тружениками А то что вы будете Все учиться Учиться Уже Эй Янафа Что такое Ты где сейчас Тебе сколько лет 60 А ты где сейчас Да учусь Он там еще пошла Кулинарный техникум Ты сколько будешь Учиться Учиться На шее государства Сидеть 60 лет Нет уж Поучились А теперь давайте Трудитесь Полный рост Так и в вере Должно быть Вот вы поучились Поучились Взрослыми стали Сейчас будет вам 18 лет И вы сделаете выбор Вы в общине будете Или вы в мир уйдете Если в общине То вы должны писать Заявление уже Я хочу быть в общине Все Чтобы все братья Сестры видели Что вы действительно Верующие люди И вы хотите Быть в общине Если вы еще Не достигли 18 летнего возраста Вы должны Всем своим Существованием Показать Что вы верующие А как это значит Ну Слушаться родителей Верующих конечно Исполнять посты Все что надо В храм ходить Занятия у нас здесь идут То есть подражать братьям Благовестие идет Первые должны проситься На благовестие Мы часто благовестием Уколо вот тут недалеко Если надо И посадим на автобус И куда может И довезти до дома Надо если надо То есть все сделаем Пожалуйста Трудитесь Начинайте Потому что вы Больше такого опыта Нигде не приобрететесь Как попасть в вечность Братья трудятся Вот у нас уже Мама отошла 42 года Сестре Она с нами И благовестовала Очень Своих детей Хотела привести К Господу Вот сейчас И нафа у ней Именины Сколько тебе исполнилось 18 Вот пожалуйста Как раз уже Заявление может писать Она что она Хочет быть верующим В общении наше Уже все Никакая тетя тебе Не скажет Там ты Куда ходишь Ты скажешь Я уже Все Совершеннолетняя Я уже Могу тебе прямо сказать Что я верую во Христа Господа нашего И хочу И хочу к Царству Небесному Идти до конца К вечной жизни И тогда Господь Увидит Что мы Верующие И тогда Он На всю страну А может и на всю Вселенную Своё Благодеяние Разбросит И еще Антихриста Немножко Придержит Антихриста Все равно Придет Но Чем позже Он придет Тем больше Людей Уверует Тем больше Язычников Еще войдет Царство Небесное А евреи Они все равно Свое Потом Господь Им даст Той веры Которую Которую Они заслужили В конце Но От нас Зависит Сколько Еще людей Будет В этом Мир Верующими От нас От всех Нас Мы Вот эти Самые Судьи О которых Мы Говорим Мы Судьи С вами Вот Игнатий Тихоныч Господь Его восстановил Так и он вообще Мог бы никогда Не уверовать Он 39 Года Рождения Самый Период Пик Этого Засилия Мракобесия Когда они Просто Гнали Там Церковь Убивали Всех Не забудьте Что В 41 Году Обещали Показать Последнего Священника Показать Провести Его по всей Стране Показать Вот видите Последний Священник Похлопали Его И Вот Туда Его Опять В расстрел Кинули В гулаг В этот Заморозить Его И так далее Ну и что Добились Чего Чего в 41 Это было Война И кто погиб Первый Кто погиб Самые Нежные Расточки Советской Власти Нежнейшие 20 Год 20 Год Пацаны Были Призваны В армию 20 21 Год 19 Всех Выбили Выбили Все Пошли В концлагеря 5 миллионов Из них Вернулось Только 10% 10% Вернулось Остальные Там погибли Почему Так Господь Показал Свой гнев Для тех Кто Делал Революцию Делали Революцию Родили После Победили Молодцы И теперь Что Дальше А теперь Гнев Разлился Необыкновенный И в это Самое Время Вот Родился Игнать Тихонович Даже Перед Этими Временами Еще И казалось Бы Должно Все Быть Выхолощено И нет Маленький Росток Нежненький Росток Веры Мама Отец Лояльно Относился Мама Говорила Там Даже И не то Что О Христе А Боге Говорила О Богородице Немножко Совсем И Разум Человеческий Зацепился Надежда Ну Называется Избранность Божия И вот Я бы хотел Чтобы Вы все Были Избранниками Божиими Такими Как Вот сейчас Там Братья Сестры Стоят Сколько Перепетий Все Прошло Всяких Сложных Историй В их жизни Нет Они стоят Здесь Молятся Это Наша Которые Уже Сколько лет В каком Году Наша Община Возникла В 29 В 29 В 99 Еще Кто Скажет С трех Попыток Как говорят В 97 В 97 Кто Уже Ближе Горячо Теплее Теплее В 96 Все Больше Нету В 91 Году 91 Запомните Это год Пуча Пуча Переворота Когда Наша страна Освободилась От коммунистического Иго От демонов Наша страна Освободилась От того Освободилась Чтобы вы Вы могли Спокойно Сейчас Говорить о Христе Всем Ты можешь У себя В колледже Спокойно Говорить Вы можете Говорить Спокойно В школе Ты можешь В детском Саду Говорить Я знаю Что не ходишь Но могла бы Если б ходила На какой Детской площадке Можешь спокойно Сказать Я верю Во Христа И ничего Не будет Ни тебе Ни родным Твоим Понятно Ни чего Не будет А раньше Начались бы Страшные гонения На вас Как наши Сестры Рассказывают Как на их родителей Верующих Было гонение Вот Игнат Тихонович Как собирал Материалы О том Как людей гнали Во времена Вот этого Коммунизма Просто брали По полдеревни Людей С женщинами С детьми Ничего Практически В дорогу Не давали И завозили На север На север Вы еще Просто не понимаете Что такое север Понимаем Это холодная страна Холодная страна Там есть А нечего Вот в чем дело Она не просто холодная Там кушать нечего Просто тайга И все А завозили В сентябре месяце Когда уже И ягоды отошли Там И грибов Уже мало всего И люди Мешали Какая там Мука была С собой Кто успел В карманы набрать Муки Мешали с трухой Вы не знаете Такие трухлявые И вот там труха Ее перемешивали 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 Такую Ну сушили И мешали с мукой И это пекли И это Вот этим питались Последнее меняли В землянках В этих жилях Промерзали насквозь И я недавно Документальный фильм Смотрел Смотрел О казахах С Дона Которых Как раз В Нарым И туда По реке Отправляли Сказали Это Если Сибири Туда же Отправляли А в Сибири Поближе Тут и в Тюмени Ну и в Нарым Тоже отправляли И Вот Возвратившихся Ну потом Через некоторое время Там возвратились Через 10 лет Через 8 лет Возвращались Возвратившихся Были проценты От тех Кто ушли Тысячи туда Переселяли А возвращались Единицы людей Почему Остальные Говорят Вымерли И даже Вот этот Самый потомок Их Этот документалист Сейчас не помню Как его Тищенко Как-то его Фамилия Валерий Он Пытался найти И Долго Очень искал И нашел Там в глухой тайге В этой Вот Небольшую деревушку Там 10 что ли Домов И там Две бабушки Которые были Ну Как раз Они были Потомки Вот Тех людей Которых туда привезли А они уже так По слухам Только рассказывали Ну они кого-то Еще даже не родились Они Дети Тех детей Которые туда привезли Вот когда Раскулачили И они рассказывали Как Какие Переносили Нечеловеческие условия Как эти НКВДшники Коммунисты Вокруг Все окружали Чтобы они не смогли Выйти из тайги Все дороги Все тропинки были Кордоны Как Воевали Как против Фашистов Воюете Против своего народа А вы побоете С мужиками Настоящими Которые вооружены И что показали Первый год И второй Только пятки свиткали Пришлось приказами Ставить загранительные отряды Чтобы русских мужиков Гнать в бой Когда уже поняли Что деваться некуда Тогда уж там Начали воевать А так все Убегали и убегали Вот он Могучий русский человек Так что не надо Много на себя брать Как говорит Господь Надо Надо возлюбленные Мнить о себе Столько Какие мы есть Поэтому веру Нужно еще Эту заслужить И показать Вот как Господь давал Веру показывать Этим судьям А эти судьи Давали Свою веру Показывали Тем Кто был рядом Этим евреям Которые Перестали веровать В Господа И вера Возобновлялась И все это Мы с вами Вот сейчас Слушающие Это слово Жаль конечно Что вы что то Не записали Хотя бы Фолу Или Аира Запомнили Этих судей Потом дальше Будут другие Судьи Давайте Слово Божие Еще Оно впереди У нас Прочтем Итак Наконец Самонитяне Перешли Иордан Чтобы вести Войну С Иудою И Вениамином И с домом В Ефремов И весьма Тесно было Сынам Израиля И возопили Сыны Израиля К Господу И говорили Согрешили мы Крестовую Потому что Оставили Бога Нашего И служили Ваалом Вот покаяние Видите Как оно Как вызовало И сказал Господь Сынам Израиля Не угнетали ли вас Египтяне И Амария И Аманитяне И Филистемляне И Синоняне И Амалитяне И Амалитяне И когда вы Взывали ко мне Не спасал ли я вас От рук их И вы оставили меня И стали служить Другим богам Зато я не буду Уже спасать вас Пойдите Взывайте Народ и князья Галатские Сказали Другому Кто начнет Пойду Против И Аманитяна Тот будет Начальником Всех жителей Галатских И тут Будет у нас Одиннадцатая глава Мы будем Говорить Абэйфа И Галатитяне К храбрым Человеке Как здесь написано Следующим Суде Израилем Сейчас вопросы Все Нету Никаких Вопросов Ну все Тогда Пойдемте Молиться Если Какие Вопросы Задавайте Занятия Сегодня Не забудьте Оставайтесь Свет Особенно Юнафа У которой Сегодня Именины 18 лет Вчерези Отца Господи Фамилия Господи Благослови Господи У нас послужение Господи С Богом С Богом С Богом Сейчас я тетрадки Соберу Благослови Путей Своя Моисею И Сыновом Израилем Хотение Своё Щедрый Милость Благослови 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 Песня. 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 Песня.